Добрый день, уважаемые зрители видеоэкскурсии. Меня зовут Кузнецов Александр Олегович, и я вас приглашаю в путешествие. Сегодня мы с вами проследуем по маршруту от петроавтова до библиотечно-культурного комплекса имени Анатолия Владимировича Молчанова. Пройдем мы с вами по проспекту Стачек, по бывшей трассе Петергофской дороги. Пройдемте со мной. Петергофская дорога не только коммуникация, протянувшаяся вдоль побережья Финского залива от Петербурга в сторону Красной Горки. В первую очередь это 40-километровая система приморских императорских резиденций и частных усадеб, цепь дворцов, садов и парков, равной которой, возможно, нет в мире. В истории отечественной культуры Петергофская дорога занимает особое место прежде всего потому, что все множество составляющих ее имений возникло практически одновременно в результате царского указа. Приморская трасса обеспечивала их восприятие в движении, во всем разнообразии сменяемых картин и богатстве впечатлений. Петергофская дорога воплощение присущей Петербургу регулярности. Торжества градостроительной регламентации. Она построена на основе модуля стандартного земельного участка размером 100 сажений вдоль трассы и 1000 от нее вглубь материка. Конфигурация этих участков необычная. На планах они напоминают клавиши гигантского рояля. Равномерно расположенные усадебные комплексы, прерываемые мощными доминантами императорских резиденций, задавали четкий ритм, развертывающийся панораме побережья. Двигаясь на юг по Петергофской дороге, рядом с Красненьким кладбищем мы бы обнаружили с вами Красный кабачок. Один из легендарных объектов на Петергофской дороге. Достаточно сказать, что он воспет и Александром Сергеевичем Пушкиным, а Михаил Юрьевич Лермонтов о нем писал следующие строки. Приюты неги и отрады вдоль по дороге из Петергоф великают ряд из-за ограды, разнообразные фасады и кровли мирные домов. В тени таинственных садов там есть трактир, и он от века зовется Красным кабачком. А мы продолжаем нашу экскурсию и не можем пройти мимо Центра культуры и досуга Кировец, дом 158 по проспекту Стачек. В середине 18 века усадьба на седьмой версте принадлежала Карлу Ефимовичу Сиверсу, гофмаршалу двора. Он заказал проект каменного загородного дворца архитектору Растрелли, и в 1761 году здесь появилась изящная постройка в стиле барокко. Дворцовый ансамбль включал в себя дворец с двумя фигелями к югу, от него регулярный сад, по середине которого был вырыт круглый пруд. Дача-усадьба Сиверса являлась одним из лучших образцов архитектуры садово-паркового искусства середины 18 века. В 1828 году дачу приобрели в казну с целью устройства в ней больницы для умалишенных, первой государственной психиатрической больницы в России. Инициатором создания такой лечебницы была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она вникала во все детали обустройства больницы, но не дождавшись ее открытия, умерла 24 октября 1828 года. В этот день православная церковь празднует память иконы Богородицы всех скорбящих радостей. И вот, наконец, наша приятная осенняя экскурсия привела нас в библиотеку номер 4 Кировского района, в библиотечно-культурный комплекс имени Анатолия Владимировича Молчанова. Библиотека основана в 1946 году. На Ленинский проспект, дом 115, библиотека переехала в 1989. Здание было построено архитектором Полторацким, специально для библиотеки. Тогда же появилось и второе название – библиотечно-культурный комплекс. В 2012 году библиотеке было присвоено имя поэта-блокадника Анатолия Владимировича Молчанова. Наша библиотека работает как информационный культурно-просветительский центр для всех слоев населения. В библиотеке проходит огромное количество мероприятий, встречи, концерты, лекции, беседы, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, дни открытых дверей, интерактивные программы, спектакли. Неизменным успехом пользуется постоянная выставка в стенах библиотеки – библиотечная историческая экспозиция «Ленинградская квартира». Уважаемые зрители видеоэкскурсии, если мне удалось вас заинтересовать этой темой, то, пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на группу библиотечно-культурного комплекса имени Анатолия Владимировича Молчанова. Там вас ждет множество интересных аудиолекций и подкастов. А с вами на сегодня я прощаюсь. До новых встреч на Петерговской дороге. До свидания.